Ребята, итак, привет! Вышел я из полиции, с допроса, спускаюсь вниз к своей машине. Смотрите, какая замечательная картинка настигает меня в пути. Чтобы вы понимали, это государственное учреждение, в таких учреждениях живет полиция. Те люди, которые отвечают за нашу самую безопасность, они порой сами подвергаются опасности. Мешки, которые еще со времен зимы остались. Смотрите, снежная лопата, мешки с солью, с каким-то мусором внутри. Да-да-да, это вход, это не черный вход, это вход в полицию, понимаете? Вот оголенные провода, кран железный торчащий, который просто в голову вам восканется, если у вас рост будет, допустим, метр восемьдесят. Обшарпанная дверь, которую ни зайти, ни выйти, это какой-то кошмар и ужас. Понятно, что там внутри снимать нельзя. Ну ладно, мы вышли во двор и смотрим, в каком состоянии двор полицейских. Ну это же просто какая-то свалка мусора, горы какого-то битого стекла и куча ржавчины. Хорошо, вышли из полицейского участка, идем по улице к моей машине. Ну и, собственно говоря, зачем меня вызывали? Я в шоке, ребята. Вот о чем эта странная статья, которую я никак не мог понять. В моем бусе есть проблема. Битая дверь сзади это авария, это не проблема. Но найдите эту проблему. Вы видите проблему, из-за которой человека надо вызывать и заводить на него дело? Нет? Вот она, ребят. Вот эта проблема. Увидели ее? Наклеечка. Два сантиметра, чтобы понимали, на шесть. Это то, что представляет угрозу безопасности Латвии. Понимаешь? Кто-то написал заявление и меня по этому поводу вызвали. Если у вас есть подобная наклейка, минимум, чем вы отделаетесь, это штраф.